По словам приближенного к семье инсайдера, пересмотреть взгляды их заставил Арчи. В 2018 году королевская семья праздновала рождение третьего ребенка у принца Уильяма и Кейт Мидлутон. В это же время принц Гарри во время интервью для британского Волга дал обещание защитнице природы Джейн Гудол иметь максимум двоих детей в связи с риском перенаселения планеты. Тогда его слова расценили как нападку на герцогов кембриджских. А сейчас сам Гарри с супругой подумывают о третьем ребенке. Об этом сообщает издание New Idea со ссылкой на приближенный к семье источник. У пару уже есть двое детей. В 2019 году на свет появился сын Арчи, а в 2021 году родилась дочь Лилибет Диана. По словам инсайдера близкого к семье, именно Арчи заставил родителей пересмотреть свои взгляды. Гарри и Меган уже проводят исследования по поводу влияния многодетных семей на климат. Они считают, что могут внести более позитивный вклад в мир, воспитывая умных информированных детей, которые будут такими же во взрослой жизни. С тех пор, как в семье появилась Лилибет, Арчи просил маленького братика. Ни Меган, ни Гарри никогда не могут отказать ему. Сообщает источник. Ради этого герцоги сасекские готовы прибегнуть к ЭКО. Сами принц Гарри и Меган Маркл никак не прокомментировали эти слухи. В начале августа Меган исполнилось 40 лет. В честь своего дня рождения Маркл скромно сняла ролик с собой и стопками своих книг в главной роли. Выступая в ролике, герцогиня сказала. «В свой день рождения я попросила 40 друзей, активистов, спортсменов, художников и мировых лидеров помочь начать глобальные усилия, посвятив 40 минут наставничества поддержке женщин, возвращающихся на работу. С этим временем я надеюсь, что каждый из них поможет кому-то продвинуться в профессиональной жизни на своих собственных условиях. И я надеюсь, что они вдохновят бесчисленное множество других людей уделить 40 минут своего времени». И Гарри не смог не засветиться. Его появление в ролике было коротким, но ярким и емким. Оно все сказала о его сегодняшней роли. Шут при дворе герцогини. Однако не поверите, сначала Гарри не был уверен в своей импровизации. Актриса Мелисса Маккарти, которая в клипе играет ведущую роль с Меган, объяснила нам мысли Гарри перед съемками. Она рассказала для Аксесс Холливуд. Она Меган Маркл, делает такую удивительную вещь, чтобы отпраздновать свое 40-летие. Мне просто нравится, что она такая. О, что я могу сделать, чтобы сделать что-то хорошее и помочь некоторым людям. Что ж, это ужасно мило. А потом входит Гарри и говорит, я умею жонглировать. А потом он такой, это будет странно выглядеть, если я буду стоять на улице и жонглировать. И я сказала, странно так, что заставит меня посмотреть этот ролик 5 миллионов раз. Дальше Маккарти осыпала похвалами Сасекских и то, как они вырезают свой новый образ жизни. Они были такими милыми и забавными. Я просто нахожу их очень вдохновляющими. Они сами строят свою жизнь. Они строят свою жизнь для своих детей. И как это все по-американски? Апеллировать словами милые, забавные. Это так шаблонно. Если посмотреть интервью с любым американским актером по итогам съемки любого американского фильма, то со 100% процентной гарантией вы услышите, что на съемочной площадке все было мило, забавно, весело и смешно. За десятки лет ничего нового и оригинального не придумано. Милые и забавные априори должны, по мнению американцев, вызывать умиление и одобрение. Но не в случае с членом британской королевской семьи. Где порода, где чувство собственного достоинства. Жонглировать хорошо. Очень хорошо. Но это можно и нужно делать по-разному. Можно к месту, продемонстрировав в правильно выбранное время оригинальный навык. А можно как принц Гарри, на заднем плане за окном и совершенно не к месту. Да так, что сразу и не разглядеть, что это за шут там за окном. Совершенно не мило и не забавно. И совершенно не вдохновляюще. Не зря ты сомневался, Гарри. Если учесть, что с момента выхода шоу Эленда Дженерис с участием герцогини Сасекской прошел почти месяц, то масштаб страданий воистину королевский. А вот поведение Меган, как все мы помним, в разделе шоу Элен Дед Дженерис розыгрыш, было отнюдь не королевским. Элен на излете своей телевизионной карьеры, ее шоу закрывается в начале 2022 года, решила оттянуться по полной. Обычно ведущая задает заглянувшим к ней в студию селебом жесткие вопросы. Меган этой участи избежала. Зато Элен предложила ей в рамках раздела розыгрыш целую полосу препятствий, в рамках которой герцогине пришлось попотеть. Она и приседала, присядь Меган, командовала ей Элен в наушник, чтобы я поняла, что ты меня слышишь. И пела, и танцевала, и пила молоко из детской бутылочки, и грызла печенье, как бурундук. В общем, весело проводила время, о чем и сама сказала в студии, мол, отличная получилась полоса препятствий. Аудитория смеялась, но смех был отнюдь не ласковый. В нем явно ощущалась нотка брезгливости и испанского стыда. Отец Меган Томас Маркл был возмущен, герцогини себя так вести не должны. В общем-то высказал то, что готова была сказать Меган Маркл бы, большая часть аудитории этого выпуска шоу Эленда Дженерис. СМИ разнесли герцогиню Сасекскую пух и прах, комментаторы в соцсетях упражнялись в остроумии и создавали веселые картинки в фотошопе. Герцогиня расстроилась. Ее состояние королевский эксперт NBC Нил Шо написал, выступая на своем YouTube-канале. Меган, как мы говорим у нас в Великобритании, страдает за закрытыми дверями. Она очень расстроена негативной реакцией, которую получила после появления в шоу и предпочитает переживать в одиночестве. Даже принц Гарри думал, что розыгрыш, в котором она приняла участие, это хорошая идея, чтобы показать веселую комическую сторону натуры Меган. К сожалению, для Меган зрители восприняли все совершенно иначе. Возможно, ей следовало сказать нет шалостям, которые предложила ей ведущая, и просто поговорить в студии о своей жизни. Вот оно что. Вот почему герцогиня давно не видно в публичном пространстве, а СМИ в отсутствие привычного гвоздя номера, по третьему кругу описывают свадебное платье Меган и находят все новые и новые причины ее ухода из королевской семьи. Герцогиня переживать изволит. Страдает. Не поняли ее комедийного дара телезрителю. А я уж грешным делом подумала, что она вновь беременна. Но Нил Шон уверяет, что к 2022 году Меган обязательно преодолеет свой сплин. Не бойтесь, Меган вернется в 2022 году и найдет новый способ для ребрендинга. Даже страшно представить, что за способ, особенно после полосы препятствий у Елен. Как вы думаете, какую качучу нам предстоит увидеть в исполнении герцогини Сасекской в рамках ребрендинга 2022? Пишите в комментариях. Кейт герцогини Кембриджская и принц Уильям планируют навестить принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии в январе 2022 года, заявил господин Стюарт Пирс, приятель принцессы Дианы. Кейт герцогини Кембриджская и принц Уильям не видели семью герцога и герцогиню Сасекских в полном составе, с тех пор, как они в последний раз посещали пикник королевской семьи в марте 2020 года. Принц Гарри и Меган Маркл отошли от своих королевских ролей и переехали в Калифорнию, но с тех пор Гарри два раза возвращался в Великобританию, но только на короткие периоды и без семьи. Но близкий друг принцессы Дианы предположил, что герцог и герцогини Кембриджские запланировали поездку в Монте-Сито в начале следующего года, чтобы воссоединиться с Меган и Гарри, а также отпраздновать 40-летие Кейт. На вопрос, могут ли Кейт и Уильям улететь в США в новом 2022 году, Стюарт Пирс сказал Royal US, я слышал абсолютно точно. Скорее всего, в середине января, чтобы отпраздновать 40-летие Кейт. Также они еще не видели маленькую племянницу Лилибет, и конечно же они полетят с детьми, чтобы кузены и кузины смогли встретиться друг с другом, пообщаться и поиграть. Дети смогут насладиться пляжем и покататься на велосипеде, вдали от папарацци и многочисленных взглядов. Однако он предположил, что какие бы планы не были у герцога и герцогини Кембриджских, подробности узнать будет сложно. Господин Пирс добавил, «Я чувствую, что поездка будет так же хорошо организована, как и недавняя Кембриджская трио в Иордании, о котором мало кто знал. Это было прекрасное уединенное путешествие. Так что поездка вполне возможна». Как стало известно, семья Кембриджских из пяти человек была замечена в ноябре возле аэропорта Хитроу, собирая чемоданы из машины, но подробности их пункта назначения не появлялись до прошлой недели. Кейт и Уильям поделились своей ежегодной рождественской открыткой, на которой пара с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи отдыхают во время своего визита в Иорданию. Кстати, для Кейт и Иордания не чужая страна. Герцогини Кембриджская недолго жила в ближневосточной стране, когда была совсем юной, где ее отец еще работал пилотом в British Airways. Хотя принц Джордж и принцесса Шарлотта уже посещали Северную Америку, когда сопровождали своих родителей в турне по Канаде в 2016 году, у принца Луи еще не было дебюта с официальным королевским визитом. Также стало известно, что в следующем году герцог Кембриджский Уильям поедет в США на церемонию вручения наград Ирдшот Авардс. То есть в США как минимум одного из кембриджских мы точно увидим. Понравилось видео? Тогда обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, впереди вас ждет много интересных новостей.